Еще 10 лет назад о занятиях биатлоном в Рязани мечтать никто не мог. И вот сегодня здесь, в нашем регионе, крупные международные соревнования. Первый этап Кубка Содружества для биатлонистов из России и Белоруссии в современных условиях – это главный старт. И несмотря на погодные условия, а это оттепель и непрекращающийся дождь, Рязань встретила соревнования на высоком уровне. Очень много было задействовано техники, сил, средств, ресурсов. Поэтому я считаю, что такие соревнования получились, несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что мы, как организатор такого мероприятия международного уровня, первый раз с этим столкнулись. Тем не менее, все моменты были учтены. Получился хороший спортивный праздник. Оба дня большое количество зрителей. В первый день в субботу порядка 3,5-4 тысяч зрителей у нас было на трибунах, на стадионе. В воскресенье был вообще аншлаг. По подсчетам специалистов, более 5 тысяч человек посетили эти соревнования. Был зрелищный масс-старт мужской и женский. Хорошая была погода, праздничная атмосфера. Праздник получился. Кстати, допускались к участию и юниоры. И вот на одной лыжне с Латыповым, Поварницыным и Цветковым Юрий Харлин – воспитанник Рязанской биатлонной школы. И с каждым годом уровень рязанских биатлонистов только растет, как и количество. У нас не только биатлон, у нас еще и лыжные гонки. Порядка 400 спортсменов у нас занимается. Приблизительно пополам лыжные гонки, биатлон. Кроме этого, у нас очень много детских групп. Скажем так, группы выходной день. Это те дети, которые еще не достигли 9-летнего возраста, в которые мы можем их зачислить на отделении биатлона, лыжных гонок. Привозят родители, они здесь катаются на лыжах, летом катаются на роликах. Кто-то на роллерах себе уже пробует, бегают кроссы под руководством тренеров. В Центральной России биатлонными комплексами на настоящее время могут похвастаться только Рязани-Смоленск. Поэтому и развитие спорта в последние годы стремительно. Доступна лыжня и для любителей спорта. А в минувшие выходные здесь прошел пятый марафон – эко-парк-ски. Участие в котором приняли 700 человек. Продолжение следует...